ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И они могут привести к поражению сердца, почек и мозга. Как же правильно полоскать горло? Какой напиток нужно пить при боли в горле, а от какого лучше отказаться? И как на лечение боли в горле влияет тёплый шерстяной шарф? Сейчас узнаем все подробности у нашего эксперта. Поехали! Шараева Ксения Павловна, врач от Ирины Ларинголог, ЦКБ Управления делами президента. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня с вами задача рассказать о тех преступлениях, которые мы совершаем при лечении боли в горле. И что же это за преступления такие? Одна из самых частых ошибок – это бесконтрольное рассасывание всяких таблеток и постилок для горла. А у меня когда горло болит, я всегда их покупаю, и сразу как-то легче жить становится. Возможность говорить появляется. Ну, ими можно пользоваться, но не нужно ими злоупотреблять. Тут есть два момента. Во-первых, обезболивающие постилки могут скрывать симптомы какие-то. То есть человек постоянно рассасывает постилки с обезболивающими препаратами и не может оценить состояние своего горла. Не может оценить, что состояние ухудшается, и симптомы нарастают. И, соответственно, не обращается к врачу. И второй момент. Многие при первых признаках какой-то болезни, при боли в горле, покупают антибактериальные постилки. Что неправильно, потому что, как правило, боль в горле вызвана вирусом, и, соответственно, эти постилки абсолютно никак не помогают, абсолютно не лечат. Но свою микрофлору во рту, в горле они убивают. А к чему это может привести? Постоянное рассасывание таких таблеток может привести к тому, что уже подсоединится настоящая бактериальная инфекция. Итак, первое преступление при лечении горла – это надеяться на то, что таблетки для рассасывания вам помогут. Бесконтрольное их употребление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Итак, мы продолжаем поиск преступников, опасных преступников, которые допускали ошибки при лечении горла. Какие же ошибки? О какой сейчас поговорим? Ещё одна ошибка при лечении горла – это неправильное его полоскание. Люди любят полоскать отварный трав. Ну, вот ромаш. Вот, например, ромаш. И, как правило, заваривать травой достаточно утомительно, поэтому многие заваривают один раз и получат в течение одного, а иногда и нескольких дней. Так, конечно, делать нельзя, потому что туда попадают микробы, и уже из полезного раствора, безопасного, это превращается в достаточно опасный раствор, который сам по себе содержит бактерии. Отвар должен быть свяжий. Если и вы неверно получите горло и не соблюдаете те правила, о которых говорила Ксения, то и вы, собственно говоря, такой же преступник. Так, а в чём же виноват у нас вот этот преступник? Значит, ещё одна распространённая ошибка – это прогревание горла, когда этого не нужно делать. Если мы греем горло при бактериальной инфекции, мы можем усилить рост микробов и привести к осложнениям сильным, к абсцессам в горле, да, либо просто к усилению этой инфекции. А если это ангина, то повреждаются органы мишени. Это сердце, почки и суставы. Ну вот, например, многие пьют горячий чай. И вот когда попьёшь горячий чай, так приятно, тоже в горлышке, с лимончиком, если... Это тоже достаточно распространённая ошибка, потому что любые горячие напитки, они обжигают слизистую горло в том числе. Сейчас я вам покажу. Ваша слизистая прямо обжигается. То есть вы хотите сказать, что именно так действует горячий чай? Ну, можно сказать, что подобным образом. Ну ладно, я с прогреванием горла всё поняла, но молочко-то тёпленькое можно попить? Тёплое молоко можно. Вот так вот горячий чай с лимоном нельзя, а молочко тёпленькое. Ксения, какого очередного преступника мы с вами будем искать? Ещё одна большая ошибка, которую люди совершают, когда у них болит горло, это они продолжают курить. Когда человек курит, никотин и смола, который содержится в табачном дыме, оседают на его дыхательных путях, на задней стенке глотки, и снижают местный иммунитет, и заставляют заднюю стенку глотки находиться в таком фоновом воспалении, лёгком, небольшом. Но с этим организм ещё может справиться. Ну, давайте посмотрим иммунитет и курение. Кто выиграет? Но когда человек продолжает курить, и помимо раздражения от смол и никотина на его заднюю стенку глотки, на дыхательные пути ещё присоединяются вирусы, и их воспаление, и иммунитет уже не справляется. Приводит к затяжным болезням. Чем быстрее человек заболевает легче, эти вирусы осаждаются на задней стенке глотки, то есть, конечно, курильщики больше подвержены такому роду заболеваниям. Хронический фаренгит, ларингит, трехиит, бронхит. Итак, друзья, этот преступник совершил следующее преступление. Он курил во время болезни. Это преступление против своего здоровья, когда у вас болит горло. Ксения, спасибо вам большое за то, что рассказали о том, какие преступления мы совершаем. И вам спасибо. В общем, я поняла, что я преступник, совершаю массу ошибок при лечении боли в горле. Но обрадовало меня только одно, что можно пить тёплое молоко, чтобы горло не болело. Желаю, чтобы и у вас тоже горло не болело. Любите себя и свой горд не скучает. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова